Дежавю на перекрестке Московской производственной вновь два инспектора в светящейся форме и машина, которая едет прямо на них. На месте резонансной аварии следователи провели эксперимент. Неужели в роковой вечер инспекторов на дороге и впрямь не было видно? Для этого на перекрестке в деталях воспроизвели все, что произошло вечером в субботу. Помогла даже погода, как и в момент аварии Киров накрыла дождем. Автоинспекторы между тем определили самые аварийные участки в городе и, сверившись с прогнозами синоптиков, настоятельно рекомендуют всем кировским автовладельцам, как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю. Ольга Шмырина с подробностями. Около 10 вечера перекресток Московской производственной пустеет. За его пределами машины выстраиваются в километровую пробку. Пересечение улиц закрыто для движения. На перекрестке, как и четырьмя днями ранее, две машины и два инспектора в светящейся форме. Как будто дежавю. В кадре камеры наблюдения появляется автомобиль. Он движется прямо на людей, но в этот раз проезжает мимо. Проведен следственный эксперимент с целью установления общей конкретной видимости, а также для дальнейшего назначения судебной автотехнической экспертизы. В чистоте эксперимента помогали, кажется, даже силы природы. В этот вечер, как и в момент самой аварии, шел дождь. Инспекторы, изображающие Кирилла Изместева и Константина Горохова, стоят ровно в тех местах, где стояли их коллеги в роковой вечер. Положение машин также выверено буквально до сантиметра. Сравните вверху экрана следственный эксперимент. Внизу, как все обстояло в момент происшествия. В субботу вечером два инспектора на перекрестке Московской и Производственной оформляли рядовое ДТП, когда их на высокой скорости сбил водитель такси. За жизнь Константина Горохова сейчас борются врачи. Второй инспектор, Кирилл Изместев, от полученных травм скончался. За последние 10 дней под колеса машин попали 24 человека. Погибли 2 человека и 22 получили травмы различной степени тяжести. Основные причины подобных происшествий – это недостаточная видимость, поскольку уменьшается продолжительность этого дня и солнце садится много раньше. И, конечно же, невнимательность самих пешеходов, которые зачастую двигаются по дорогам, не имея на себе световозвращающих элементов, особенно на загородных трассах. В ГИБДД Кирова заявили о рекордном количестве ДТП с пострадавшими. На 110% по сравнению с прошлым годом увеличилось число подростков, пострадавших на зебрах. С начала года погибли уже 19 человек. В ГИБДД связывают это с наступлением осени. Стало темнее, пешеходов совсем не видно. Дорожные полицейские составили рейтинг самых опасных участков города. В списке 16 адресов. Луганская, Ломоносово, Московская, Октябрьский проспект, Карла Маркса и Лепсе. На этих участках за последний год либо произошло много аварий, либо погибли люди. Передвигаться по городу автомобилистам станет сложнее. До конца следующей недели среднесуточные температуры будут держаться на уровне в минус 2 градуса. Синоптики прогнозируют заморозки и первый снег. Чтобы статистика аварийности в городе вновь не пошла вверх, автоинспекторы настоятельно советуют водителям не затягивать с заменой резины.